Привет, мои дорогие подписчики, друзья, гости канала. С вами Лора и канал Лора Лайф. Сегодня хочу предоставить на ваш обзор видео с приметками покупок, которые я сделала в последний раз. И, как обещала, я делаю обзор на эти покупки, их не так много. Прежде всего хочу сказать, я не стилист и не имидж-мейкер, но я думаю, что у меня хороший вкус, я много читаю, много развиваюсь в этом. С детства люблю красиво одеваться, умею шить. Сегодня я вам хочу показать несколько образов, а вам решать, хороши ли эти образы, правильно ли они сочетаются, стоит ли носить таким образом. Итак, поехали. Вот этот свитер, который я заказала от марки Хэнсен Мавлиц. Вот такого ларча размера, очень большой. Но свитер это, я думаю, что это свитер лати, так называемая, очень длинная, хорошего качества, такой вулеш, он махеровый и в то же время смесь махера и шерсти. Очень приятно в нем находиться. И я думаю, очень хорошее сочетание будет с джинсами, с кроссовками, со сникерами белыми, я думаю, вам видно. Можно дополнить этот образ какими-то осенними аксессуарами. Сюда подойдет, я думаю, белый берет. Очень, кстати, выигрышный вариант, если еще дополнить этот берет белыми перчатками. Можно и черными, я не думаю, что это будет играть большую роль, так как это монохромные цвета. Монохромные цвета это у нас белые, черные, серые, которые составляют нейтральную базу. Все остальное это яркие оттенки и хорошо сочетать в одном образе не более трех оттенков и трех структур по качеству тканей, текстилю, шерсти. Вот такой вот комплект. Мне кажется, немножечко свитер-платье это широковат, но я думаю, что при вновке он немножко усадится после стирки. Сюда, наверное, только остается добавить шарф. Шарф можно взять какой-нибудь яркий. У меня вот оказался тигровой расцветки, который, я думаю, очень популярен в этом сезоне. Вот такой вот стильный образ. Сумку можно взять другую, сумку можно поменять. Сумку можно взять какую-нибудь яркую. Она здесь будет сочетаться, так как свитер серо-голубой и очень спокойный оттенок. Помимо мягкой сумки, также подойдет сюда сумка более жестких форм. У меня почему-то все сумки оказались рыжего цвета оттенки. Есть черные, но они маленькие по размеру. Всегда думаю, при такой кутном свитере подойдет немножко крупноватая сумка. Средних размеров и больше. Но не совсем маленькая. Та шляпа, которую я приобрела, она делает уго совершенно другим. Но к этой шляпе, я думаю, однозначно подойдут более узкие брюки или леггинсы, которые сейчас на мне. А также сапоги более длинные или сапоги-батфорты, кто носит. И шляпа как раз у местного такого цвета. Шляпа в стиле Федора. И вот она. Поменял аксессуары. Дополнив этот комплект дополнительными осенними аксессуарами, такими как длинные перчатки, воротник. Отстегиваю все, которому я пришила ленточки. Он одевается просто, завязывается. И комплект совершенно меняется. Следующий образ тоже на осень. Это плащ-тренч. Необходимая базовая деталь вашего гардероба. У меня вот такая версия, немного укороченная. Хотелось бы подлиннее. Что-то этому плащу я удачно подобрала. Хорошо, что я не заказала черную шляпу. Эту шляпу Федора. Очень сочетается хорошо по цвету. Можно также с туфлями. С сапогами это более ковбузский вариант. Но можно с туфлями. Это также подкупка от Хэмси Мавиц. Но я думаю, что это вещи универсальные во все времена, во все тренды. Одевала только несколько раз на майские праздники. Вот такой вот комплект с этим летним пальцем. Очень элегантно, красиво, не громоздко. И опять же, эта шляпа очень подходит. И еще один образ, который может выглядеть выигрышно. Пончо. Так незаменимая пончо. Очень красиво и стильно смотрится со шляпой. Очень элегантно. Кстати, это пончо я рекомендую сделать всем. Это пончо делается очень легко. У меня это обычный шаг, сложенный пополам и зашит с одной стороны узорным швом. Он очень теплый, широкий. Его просто так носить на шею он получается очень громоздко. Я решила его преобразовать в пончо. И вот какой оригинальный пончо получилось. Более теплая шляпа рассчитана вообще-то на теплую погоду. Шляпа из натуральной шерсти. И она в ней будет жарко, наверное, в более теплые дни и в более легкой одежде. Я показала вам много комплектов со всеми аксессуарами, которые можно применять в любом аутлуке, в любом образе. Но самый главный аксессуар у женщины – это улыбка. Носите улыбку. Будьте красивы и не похожи на закат. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»